Что касается майских праздников, то большинство населения с благодарностью восприняло возможность посвятить их работе на своих шестисотках. Естественно, какие-то люди, исповедующие в основном советские ценности, попытались это использовать в своих интересах. Но это все сейчас имеет периферическое значение, потому что на самом деле сторонников советской системы ценностей на практике гораздо меньше, чем разговоров на эту тему. И эти сторонники, как правило, первыми уезжают к себе на свои шесть соток. Да, в Москву приехали какие-то, может быть, люди из провинции для того, чтобы походить на вот этих самых партийных митингах. Но источник революции, источник оппозиции, это всегда столица, это крупные города. А как раз крупные города на эти праздники обезлюдили. Москвичи выехали и оставили эту площадку для того, чтобы резвились престарелые дедушки с красными знамёнами. Дай бог им здоровья, если это им в радость, хорошо. Никакой политической угрозы они себя не представляют для власти. Есть другая составляющая. Есть часть элитных товарищей в клубе Путина, которые считают, что сейчас Путину настала пора полеветь. Настала пора стать ближе к советским идеалам, ближе к простому народу, ближе к тем, кто желает посадить богатеев и так далее и тому подобное. И они пытаются давить на Путина с тем, чтобы создать у него ощущение, что пора двигаться навстречу коммунистов. Пора сдавать единую Россию, пора формировать что-то вот такое более левоцентрическое. Но эта игра не уличная. Эта игра кабинетная. Она ведётся. Она ведётся через фальсифицированные социологические опросы о том, что у нас в стране много левых. Она ведётся через фальсифицированные отчёты о выборах, когда говорят, что у нас коммунисты набрали больше 30% айтины России, всего 20%. Это не так. Выборы были фальсифицированы, но не так. Это уже совершенно другого уровня высокая политика, когда президенты пытаются развести на переориентацию в каких-то своих интересах. Есть такие влиятельные люди, которые хотели бы использовать левацкий ресурс в своих политических целях.